Мединский, когда он два дня назад лекцию математикам о культуре очень хорошую прочитал, очень хорошую. И он говорил, что героизм это то, на чем в общем-то живет любая культура. И то, что сейчас как бы вот понятие героя выводит вообще из поля культурного, это разрушение западной культуры и разрушение западной цивилизации. Он это не договорил, это я за него договариваю. Он на самом деле был очень коррекционным, он не занимался пропагандой особо. То есть на мой взгляд Запад берет и своими руками уничтожает все, что он создал. Это действительно была великая культура. Англия, английская империя, почитайте Конан Дойля. О, там было все так устроено, как нам и не снилось в социальной сфере. Но оно развалилось. Его нет. Что же его развалило? Вот интересно, что его развалило? Не знаю. Ну мы пока есть. Англии нет, а мы есть. Может быть действительно больший хаос как-то вот. Что победило? Крамольную мысль можно скажу одну. Вот есть такое выражение. Класс, сейчас порядок бьет класс. Это про немцев. Это про немцев. Немцы выходят и обыгрывают любую команду. Ну когда-то обыгрывают, когда-то нет. Но вот сейчас это явно про них. Это про их футбол. Порядок бьет класс. Хаос бьет порядок. Это про Великую Отечественную войну. Вот если система умеет допускать высокую степень хаоса, а что такое хаос? Вот то, что я люблю Сорокина, это хаос. Потому что я не должен его любить. Если был бы порядок, я бы его не любил. Я бы любил, извините, этого, не знаю кого, Рогозина какого-нибудь. Вместо него, да? Но я люблю то, что я люблю. Это хаотичность моей души, да? Она как бы... Душа широкая. Душу у русского человека нельзя сузить. И не надо. А у немца все гораздо уже. Вот они построили свой порядок, пришли сюда и хаос их просто победил. Вот просто вот эта вот мощь взяла и смела всю эту немецкую империю. И все. И больше ее нет. В Европе больше нет людей, которые могут воевать. Потому что последних уничтожили мы. Теперь только мы остались. Поэтому я и боюсь, что с ИГИЛом придется... Ну, без нас ничего не сделают они все равно. Придут еще на коленях, приползут. Владимир Владимирович, простите нас. Мы вас так ругали. Но сейчас нам очень нужно, чтобы вы послали 500 тысяч зеленых человечков, скидывали с самолета туда-овсюду. И чтобы они быстренько ИГИЛ весь уничтожили. У вас есть опыт Крыма. Простите, что мы вас за него ругали. Сделайте, пожалуйста, это для нас. Вот как будет через несколько лет. Помяните мое слово. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...